Площадь церемониалов Брестской крепости, место знаковой обороны цитадели в первые дни Великой Отечественной войны, подвига и героизма советских солдат. Именно здесь в этот день представители кадровых подразделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Город над Богом принимают участников 9-го республиканского конкурса профессионального мастерства. Церемонию открытия предваряет памятный момент – возложение цветов к вечному огню, как уважение и честь подвигу павших. Даты состязаний выбраны не случайно. 1 июля кадровые подразделения МВД отмечают 102-ю годовщину с даты создания. Задачи, которые ставились перед этой службой, по сути дела, они оставались неизменными. Прежде всего, это подбор, комплектование, обучение, расстановка личного состава, сохранение профессионально высокого кадрового ядра. Значит, также это воспитание нашего молодого поколения, в том числе сотрудников уровня внутренних дел, настоящими патриотами своей отчизны. И это первостепенная задача. Очень символично, что сегодня наш праздник проходит, профессиональный конкурс проходит на этой исторической земле. Конкурс проводится с целью повышения профессионального уровня сотрудников кадровых подразделений МВД и определения лучших работников. В конкурсе выступаем второй раз в прошлом году и в этом году. В этом году получилось, скажем так, неожиданно выиграть, стать победителем областного этапа города Гродно и представляем на данном конкурсе в городе Бресте. Брестская земля приняла нас очень гостеприимно, все организовано в достаточно высоком уровне, все очень понравилось. Уже прошла половина испытаний, этапов всего. Соперник очень сильный, выступать, скажем так, непросто, но стараемся показать наилучшие показатели и стойный результат. Приехали с прекрасным настроением, потому что конкурсы профессионального мастерства – это всегда такой показатель и лакмусовая бумажка для профессионализма людей, которые служат именно в этих должностях. И с хорошим, прекрасным впечатлением и погодой встретил нас город Брест. Видно, что собрались профессионалы, так как до этого уже были пройдены областные этапы профессионального мастерства. И еще более знаменательно то, что кадровая служба 1 июля празднует 102-летие, что созвучно немного с номером экстренным 102. За звание лучших борются команды областей и города Минска, а также департаментов охраны и исполнения наказания. В составе каждой команды пять участников, в том числе и представительницы прекрасного пола. Конкурс предусматривает это стремление к победе в любом случае. Поэтому каждый, хоть он, возможно, и говорит, что опыт, но он стремится стать первым, лучшим, показать себя с лучшей стороны. Это человеческий фактор. И я думаю, и наша команда будет представлять управление внутренних дел Гродненского областполкома с самой лучшей стороны. Конкурс на этапы включает в себя испытания на знания законодательства, правил и процедуры работы в кадровых подразделениях МВД, демонстрацию навыков в области строевой, огневой, физической подготовки и профессионально-психологической компетентности. Физическая подготовка заключала комплекс силового, это подтягивание брусья либо гиря для мужчин, для девушек, пресс, отжимание скамейки и подтягивание на низкой перекладине. Далее был скоростно-силовая выносливость, это чуночный бег 10 по 10, либо 100 метров для мужчин, либо 60 для женщин. И на выносливость бег для девушек 500 метров, для мужчин 1500 метров. Среди конкурсных испытаний и навыки применения боевых приемов борьбы. Это всегда приятно состязаться среди сильных, и это позволяет самому сделать какой-то шаг вперед в своем развитии, в совершенствовании своего профессионального мастерства, что, безусловно, обязательно пригодится в повседневной служебной деятельности, чтобы быть личным примером для личного состава. Безусловно, участие в данном конкурсе для меня очень престижно. Для меня это первый конкурс в составе команды. Это почему престижно? Потому что мы представляем всю Брестскую область. И, конечно же, мы, я и мои коллеги, выкладываемся на все 100. Впервые в этом году будет командная эстафета, презентация видеоролика и конкурс плакатов. Лучшие будут награждены в индивидуальном и командном зачетах, отмечены дипломами и памятными подарками. Продолжение следует...